В комнате полуторагодовалого Ромы целый арсенал игрушек, от музыкальных до развивающих. Родители признаются, уделяют воспитанию малыша немало времени и стараются, чтобы у ребенка было все необходимое. На Новый год Роме решили подарить детский планшет с набором из 15 песен. Но радость от сюрприза омрачилась негодованием. Ребенок с удовольствием ее принял, включил и заиграла песня, скажем, ненадлежащего содержания. Для детского возраста нас, конечно, это очень возмутило. В композиции исполнитель упоминает грубо просторечное слово, означающее пятую точку. Шокированные родители обратились с претензией в магазин. Продавцы в возврате отказали, аргументируя тем, что нарушена упаковка товара. Не желая, чтобы сомнительная игрушка попала и в другие, семьи супруги отправились в общество защиты прав потребителей. Специалисты пояснили, нарушения со стороны магазина очевидны. Покупателю не предоставили полную информацию о товаре. Должен продавец предоставить полную информацию как о себе, так и о товаре. Игрушка качественна, а где к ней приложение, о том, какие песни она поет. По словам специалистов, сейчас в Госдуме рассматривают возможность изменения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Предполагается, что под его действия подпадут и игрушки, и тогда привлекать недобросовестных продавцов к ответственности станет легче. Именно с нарушением права на информацию чаще всего и сталкиваются в союзе потребителей это десятки обращений от Вологжан в день. В основном жалуются на продавцов электроники, мебели, квартир и, конечно, продуктов питания. В копилке защитников прав потребителей можно найти много интересного. Так, например, вот эта упаковка из-под мороженого принесли покупатели. На каждой красуется надпись «Из Вологды с любовью. Любимое вологодское мороженое». Но стоит заглянуть наоборот, и мы видим любопытную весьма информацию. Произведено-то оно оказывается вовсе и не в Вологде. Да и состав далек от того, что должно быть в пломбере. Сейчас информация о производителях, присвоивших себе чужое имя, направлена в Роспотребнадзор. В Союзе потребители отмечают, чтобы добиться справедливости, недостаточно возмущаться. Если столкнулись с нарушением, нужно зафиксировать это письменно. Заявление в адрес магазина необходимо оформить в двух экземплярах. Если руководство не реагирует, помогут общественные организации по защите прав потребителей. А далее и Роспотребнадзор. Специалисты отмечают, до суда зачастую не доходит, для магазина слишком накладно. Без скандала удалось решить и ситуацию с сомнительным планшетом. Как признались в магазине, аналогичные игрушки они уже распродали, но пообещали впредь более пристально следить за тем, что оказывается на прилавке. И под прицелом камеры возвратили за неприличную игру деньги. Алена Александрова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.